Умом Россию не понять, аршином нас и не померить, да и кстати, слава нашим руководителям, мы живем не в войне, а то чуть с Хохляндией совсем все неправильно. Но жить как-то приходится, и руководство ведет себя правильным образом, но до руководства частникам, извините, почихать. То есть я про тех частников, владеющих домами и торговыми площадями. Они же хотят жить в долларах и вкручивают аренду. Ну и естественно, все поднимает цену. И как правило, цена бьет по нам. А кому это нужно? Другой вариант. Везде по городу стоят места, брошенные автовладельцами, то есть гаражи. Конечно, их не так много в Арженикидзовском районе, но по сути за 200 тысяч рублей купили место, перестроили его и не попадаете на аренду. А сумму попадоса, причем небольшую, тратите на рекламу и вот результат. Мы как-то вам говорили про улицу автомобилистов, но на улице автомобилистов мы никогда и не были. Все время куда-то надо было туда заехать и что-то вам там рассказать. Улица автомобилистов, шикарная улица. Вот только надо понять, сколько здесь стоит арендная плата. Арендная плата стоит космических денег. И поэтому ценники не всегда самые дешевые. Но напротив улицы автомобилистов есть другое место. Сейчас вам расскажу. Это первое место, которое я вам продемонстрировал. Это гаражи. Кстати, здесь гаражей достаточно много может быть. И вот в этом-то и есть суть вопроса. Как из гаражей сделать нормальное место, в котором вы можете зарабатывать деньги? Мы зайдем сюда и покажем вам, как здесь легко зарабатываются деньги. А еще здесь есть и замечательные скидки. И каждый вторник, и каждую среду, да, естественно, новая скидка. И она работает для пенсионеров. И вы, конечно, меня понимаете. Тут нужна женщина. Мужик говорит, сколько надо, а вот химию покупает жена. Так вот, насчет химии. В действительности крайне низкие цены. Да и, кстати, сделано для тех, кто может во вторник и в среду сэкономить на килограмм колбасы или мяса. Всех, конечно же, интересует вопрос цены. Потому что сюда добраться, ну, тут надо пойти. Потому что, ну, понятно, что сюда не ходят маршрутки. Но люди могут прийти и понять результат. При покупке каждого товара какая-то часть денег будет у вас. Какая часть? Ну, скидочка у нас очень хорошая. Где-то 5-10%. Для пенсионеров у нас скидочка имеется. Тоже 5%. Во вторник и в среду у нас вообще акция происходит. 5-10%. То есть можно людям объяснять, что почему бы и не прийти сюда, да? А в субботу и воскресенье просто отдыхать. Да, конечно. У нас ассортимент очень большой. Все, и цены не такие уже высокие, как в других магазинах. То есть надо просто всем людям уже в голову вбить. Ребятки, самые дешевые цены здесь на автомобилистов 7. Да, конечно. По сути, понятен результат. Здесь на вас не зарабатывают деньги за аренду. Здесь снижают цены. Причем снижают их на те искомые вещи, коих в городе вы и не увидите. И вы точно знаете, сколько впыривает тот крендель за ваши замечательные товары для дома? Да не смешите нас. Особенно радость про мяско. Вы посмотрите, на чем едет продавец мяса и подумайте, как из 150 рублей за килограмм он вам вставляет 350. Вот то же самое и про химию. Потому что цены на основные товары в других точках гораздо выше. Смотрите, дело в том, что если вы пойдете приобретать товар в совсем другом магазине, в обычном магазине, не на оптовой базе, соответственно, ваша переплата составит как минимум на 20% больше. Так как по законодательству накрутка на товар идет не более 20%, по крайней мере на данном виде деятельности. Соответственно, для излечения выгоды предпринимателю он поставит максимальную ставку, то есть 20%. А приобретают они товар у нас. Соответственно, придя к нам, вы получите уже автоматически скидку 20%. Помимо этого, если вы придете в те дни, когда у нас проходит акция, вы можете получить скидку 10% дополнительно, что составит уже 30%. А если считать из расчета, что ваша покупка составит на 1000 рублей, то ваша экономия составит порядка 300 рублей. А это уже неплохие деньги, я считаю. А вы хотите еще кого-то пригласить к вам? Конечно, обязательно. Я бы хотел пригласить к нам оптовиков. Мы всегда рады сотрудничеству с различными организациями, муниципальные и не муниципальные. Мы можем предложить им свою продукцию. К сожалению, вся продукция не может поместиться в этом магазине, в этом отделе. Для отдельных предпринимателей и оптовиков у нас имеются отдельные прайсы. То есть они более широкого спектра. Часть наша, как и часть нормального общества, нам говорит. Но не хотим мы ездить на новых тачках. Поверьте, тачки БУ ездят точно так же. В некоторых количествах часть нормальных жителей строит недорогие дома, прекрасно понимая, что всех и всями хатами не обложить. И мы работаем для этой части, потому как важен результат и важно состояние души. С такими приятно работать. Приятно даже товары у них покупать, зная о том, что дешевле и не найти. Так что, господа, товарищи и братцы, торговля и реклама – это то, что нужно сделать. Вот только вам понять-то надо. Реклама товара за 10 секунд текстом и нормальная раскрутка – две совершенно разные вещи. Так что знайте, к кому обращаться. По сути-то, все это дело сложное для меня. Показывать вам что-то новенькое. Но, извините, вы должны жить, да и мы должны жить тоже. А как не платить деньги? Сейчас расскажу, как не платить деньги. Вот за спиной моего оператора стоят различные склады, потому что мы находимся на улице автомобилистов. Как сюда заехать? Все очень просто. Это, наверное, последняя северная улица в городе. То есть вы доезжаете до улицы вокзальной и поворот направо. Дорога не самая лучшая, но до того цены просто шикарные. Вот. То, что находится за моей спиной – это склады. Представляете, кто-то в свое время взял эти склады, а потом выдает все это дело в вашу аренду. Какой смысл, когда можно было вот так купить нормальный гараж, сделать из него и потом уже не зарабатывать на вас какие-то космические деньги? Потому что какой смысл? Аренды нету. А денежки? А денежки надо тратить в рекламу. Кстати, к слову о рекламе. В нашей ситуации реклама не такое дорогое удовольствие. Так что вы спокойно можете этим делом и забавляться. Пригласили меня, мы вам все это дело показали. Вот. Что касаемо цен. Так цены здесь просто низкие. То есть есть еще и скидки определенные. И 5, и 10 процентов. И, естественно, пенсионеры здесь и так получают замечательные скидки. Ну и в остальных делах. В остальных делах вам только надо сюда проехать и посмотреть. Потому что в действительности-то, счастья больше-то и нету, чем приехать на улицу автомобилиста в 7 и получить нормальную химию, причем за очень дешево.